сегодня я у города тольятти на полуострове копылова волга саратовское водохранилище лаводе на волге в самом разгаре затопило весь лес ловить я буду на фидер поклевка поклевка а рыбка продолжает ловить дорога правда очень хорошая крупная волжская плотва поехали замешал я вот такую вот прикормку фидер ривер то есть фидер река после этого добавил немножко панировочных сухарей и глины поскольку на волге приличное течение чтобы прикорм хорошо лепился и быстро не выдувался из кормушки я его немножко утяжелил ну и также сейчас вот через сито его пробью добавлю вот такой вот арома комплекс на леща поскольку рыба нужно будет останавливать в точке ловли арома я думаю с этим мне поможет вот пробил я прикорм через сито и немножко грамм наверное 100 150 добавлю арома очень вкусно пахнет бисквитом немножко такой сладенький аромат ну вот в принципе моя прикормка и готова смотрите с одной стороны он получился очень липкий а с другой стороны рассыпчатый в принципе я считаю это идеальный вариант он будет хорошо держаться в кормушке но с другой стороны давать муть пылить привлекая при этом белую рыбу поставил я рогатульки и теперь разбираю фидер буду использовать я фидер волжанка оптима в длине 330 и тестом 40 плюс ну кормушки я думаю здесь будут 30 40 ну прям максимум 50 грамм хотя я думаю не понадобится 50 грамм поэтому такого теста будет вполне достаточно пропускаю я леску заводные кольца она у меня тонущая специальная фидерная монка диаметром 0 22 миллиметра дистанция здесь будет не слишком большая переднюю бровку я буду облавливать но может быть метров 25 поэтому плетенка я думаю здесь ни к чему монка будет лучше амортизировать на рывках рыбы и она в данном месте и в данных условиях я считаю предпочтительнее монтаж я сегодня буду использовать инлайн или скользящий делаю я его следующим образом беру свою основную леску сюда вставляю застежечку со втулкой скользящей на ней у меня будет кормушка располагаться вот вставил такая вот она будет свободно ездить по основной леске дальше бусинка самая простая обычная бусинка можно стопор использовать силиконовый и дальше вот такой вот отвод скрученный из флюорокарбона диаметром 0 28 8 миллиметров на конце вертлюг за вертлюг я буду вязать как раз таки свою основную леску узлом клинч вижу вот завязал все у меня готово и теперь смотрите какой монтаж простой но в то же время эффективный получился кормушка ездящая по основной леске дальше она ударяется в застежку ну точнее она ударяется в бусинку а бусинка уже ударяется вертлюг вот ты в принципе весь монтаж простой но очень эффективный позволяющий увидеть потрясающие загибы квивер типа теперь повесил маркерное грузило и пробиваю рельеф дна здесь выбирая точку ловли делаю заброс метров на 40 45 ну и теперь протаскиваю свое грузило по дну и ищу самую бровку вот именно найдя эту бровку я заклипсуюсь и буду закармливать с точку а вот кажется и бровка смотрите не идет грузило стало вот она друзья бровка вот буквально сантиметров 30-40 отступая и клипсуюсь клипсуюсь я бисерной резинкой возможно вам будет видно вот она у меня таким образом кормушки не отстреливаются так как она амортизирует особенно это актуально на плетенке монкт в принципе так не отстреливается если ее просто в клипсу вставить а вот плетенка лично у меня бывал не раз еще раз пробиваю точку ну где-то до 25 может быть 27 метров от берега и идет резкий паспорт вот перед этим подъемом я и заклипсовался вот да она все правильно вот она бровка теперь вешаю кормушку и начинаю закорм выбранные точки на реке волга полуостров копылова первая кормушка полетела в воду реки волга глубина в точке ловли примерно пять метров делаю резкое движение и выбиваю корм таким вот образом кину кормушек 56 вот забил кормушку и делаю очередной заброс ну все пять кормушек я забросил в точку ловли теперь одеваю поводок соединяю с отводом методом петля в петлю поводок я сделал из лески 012 и длину где-то взял сантиметров наверное 40 50 вот такой вот он у меня и маленький крючок 12 номера из насадок у меня сегодня червь и опарыш классический набор для весны начиная ловлю не хвоста не чешуи поехали по волге идут уже корабли навигация открылась такой вот прогулочный катерок идет начну рыбалку я с червячка очередное судно пока идет по волге ну а я делаю первый заброс с насадкой ну что какая же первая рыба клюнет и самое главное клюнет ли вообще на мой фидер а нет поклевок нужно поддерживать достаточно активный темп то есть постоянно перебрасывать чтобы привлечь рыбу в точку ловля что я сейчас и делаю буквально каждые 35 минут если нет поклевки я вынимаю забиваю кормушку и снова забрасываю с каждой кормушкой корма в точке все больше и больше а вот кстати поклёвка смотрите первая поклёвка а вот и первая рыбка клюнувшая на мой фидер и эта рыба вот такая вот хорошая платвичка конечно не трофейная ну грамм 150 в ней есть с почином ну вот распечатал я данную точку есть первая рыба платвичка я думаю и подлещик с лещом должен подтянуться несмотря на то что сейчас действует нерестовый запрет и рыбалка с лодки запрещено это время я считаю очень интересное с точки зрения рыбалки с точки зрения ловли хорошей крупной рыбы поскольку по высокой воде как сейчас вот затопило весь лес поля луга крупная рыба подходит к берегу и и можно с успехом поймать на поплавочную либо донную снасть что я сегодня попытаюсь уважаемые зрители вам продемонстрировать поклевка поклевка давай-давай-давай давай 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 судя по всему не так много пока на точке рыбы поскольку поклёвки не очень уверенные сейчас вот мимо вот поклевка снова опять же неуверенно и ну 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 давай 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 вторая рыба снова платва тоже хорошего размера она попалась грамм под 200 наверное стоит на точке именно вот этот серебристая заброс ставлю фидер стойку немножко натягиваю квивер тип и ожидаю поклевку очередная поклевка дорогие зрители есть есть рыба снова сорога с каждым разом по моему все крупнее и крупней попадается пока лучше всего клюет на пучок червя вот такой вот пробовал на опару шпаклевок не было и на бутерброд также пока не клюет чисто червь пока вот поварите у сороги и вот очередная поклевка и очередная рыба снова сорога ну где подлещик то хотя конечно сорога тоже хорошая такая вот мне бы хотелось конечно еще поймать подлещик сегодня забил кормушку прикормом и делаю плавный заброс точно в точку ловли помимо белой рыбы которую я сейчас ловлю также здесь на волге на полуострове копылова ловит и хищника чаще всего это окунь судак и берш ловит его на отводной поводок чаще всего либо на джик давай 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 начинает дергает пока потихонечку ну ну давай поуверенней давай давай есть и хорошо загнула вначале так тык 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 а потом уже хороший загиб снова сорога она встала на мою точку прикормочная правда сорога прям добротная грамм по 150 по 200 ловится вовская плотва вот опять шевелит шевелит шевели есть рыба плотвица очередная клюнула ну правда достойная он как сопротивляется самая крупная на сегодня великолепная плотва взяла прям грамм на 300 потрясающе смотрите какая классная плотва делаю новый заброс ставлю фидер в стойку и потянулись минуты ожидания поклевки чуть-чуть активизировалась к обеду плотва но другой рыбы пока нету вот есть есть правда опять не слишком крупная наверняка сорога да это сорога правда очень хорошая крупная такая вот волжская весенняя плотва ощущается близость гэса постоянно то убывает то прибывает вода я вот сижу то на суше то смотрите уже в воде сейчас вот как раз на прибыль она идет а рыбка продолжает ловиться сейчас прям так четко загнула пока я рассказывал про прибыль воды и очередная латвичка попалась вот такая вот выполняю я сейчас заброс кормушку кстати использую я пластмассовую чтобы она сразу всплывала и не цеплялась за бровку это очень важный момент клев не совсем равномерный то прям поклевка за поклевкой следует до паузы вот сейчас сижу уже наверное минут 20-25 время от времени перезабрасываю но поклевок нет видно стайка подходит поклюет поклюет прикорм поезд и уходит дальше потом вот так следующее подходит можете видеть дорогие зрители проходит огромная баржа по волке прям очень очень длинная наверное метров 300 ну а я поклевки так и не дождался поэтому буду перекидывать мусор мешает забил кормушку и заброс четко в точку ну а теперь ожидание поклевки вот это загнуло ничего себе поклевка самое наверное яростная на сегодня и отличная сорога взяла да хорошая ого вот это плотва классная какая прям супер она вон готовится к нересту молоки текут и вся в брачном наряде такая вот отличная рыбка вот поклевочка поклевочка и рыба и рыба наверное уважаемые зрители на этой воушской сороге которая сейчас у меня на крючке о какая здоровая я буду завершать сегодняшнюю рыбалку на полуострове копылова где я половил на фидер вот такую вот замечательную плотву сейчас я вам продемонстрирую весь свой улов мною было поймано десятка три вот такой вот замечательной сороги плотвы конечно маленькая ложка дегтя что подлещик мне не попался но и такая вот отличная плотва я думаю вполне сойдет на этом все я полагаю что мое видео с реки волга полуострова копылова и вот это вот замечательная воушская плотва вам понравилось поставьте лайк напишите внизу комментарий делитесь этим видео со своими друзьями все это нужно для развития моего канала и новых выпусков ну а с вами дорогие мои подписчики мы увидимся совсем скоро в моих новых выпусках на водоемах средней полосы России всем отличных рыбалок ни хвоста ни чешуи пока до сих пор до сих пор до сих пор подожд albo до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok